Ну и пожалуй о самом зрелищном. Второй этап джип-триала прошел в пригороде Махачкалы. На этот раз организаторы подготовили для участников невообразимо сложный маршрут. Грязь, лужи, камни, крутые подъемы и спуски преодолевать удавалось отнюдь не всем. Нивы и уазы застревали в непроходимой грязи. Наши корреспонденты не только стали очевидцами этого захватывающего зрелища, но и даже помогали вытянуть застрявшие внедорожники. Он рычал, злился, отчаянно хватался желтой челюстью за землю, но чем больше пытался выкарабкаться, тем больше увязал в грязи. Нива медленно, но верно зарывалась все глубже. Выручить своего железного товарища попытались несколько машин. Первым рискнул пикап, но не вышло. Трос, то и дело рвался. Попытать свои силы следом решил УАЗ. Засучив рукава, водитель закидывает крюк под бампер. Несколько секунд работы автоматической лебедки и Нива, наконец, на свободе. Если такое мероприятие будет поддерживаться определенными людьми, то это будет не только Дагестан, а весь Кавказ тоже будет охватывать. Это же... у меня нет слов. Это супер. Склоны через грязь и жижу штурмовали 30 специально подготовленных внедорожников, тогда как на первом этапе джип-триала их было вдвое меньше. Отличия есть и в другом. Во втором туре маршрут стал сложнее и длиннее на 200 метров. Но назвать эти соревнования гонками не совсем верно. Разве что шоу по магии другому. Грязевые ванны на сложных участках трассы то и дело выводили из строя машины. Полный привод сотни лошадиных сил этот маршрут для большинства оказался непростым. Чисто дагестанцам вот этот джип-триал присущ. Вот именно вот гонки по горам. Это не только для Дагестана, а для всего Кавказа. Поэтому собралось столько людей, очень много людей. И события. Я думаю, это дело надо продолжать, развивать. Однако не для всех второй этап джип-триала был неудачным. Заслуженное восхищение снискал вот этот самоуверенный американец. Секрет успеха – хорошая резина, усиленная подвеска и большой клиренс. Удовольствия сколько получили, сколько всего народа собралось. Такое мероприятие целое для Дагестана. Только один негатив показывают. Вот позитивный, вот смотри, сколько людей собралось. Это сколько сейчас, как сказать, здоровая организация такая, да, мероприятие. А машину что жалеть? Ее можно сделать. Кроме японских, американских и отечественных внедорожников, на гонках можно было увидеть и самодельное авто, баги. Только вот трюки этой спортивной машинки оценивались вне конкурса. Без дверей, крыльев и кузова баги утонул бы в первой же луже, шутят водители. Проходимость у него не скажу, что хорошая, в зависимости от того, что колеса у нас не те. Но если сравнивать с какими-то серийными машинами, то намного лучше. Ну и джипом тоже не отстанет. Зато все, на что способен баги, он проявит на третьем этапе джип-триала, когда соревнования проведут на песчаных холмах. Первый этап джип-триала привлек около сотни зевака. Вот увидеть захватывающее шоу второго приехали уже более 500 зрителей. Организаторы уверены, что третий этап болельщиков соберет куда больше. Ватимат Гусейнова, Руслан Гаджиев, Руслан Касумов. Время новостей.